Открытые и замкнутые множества и, самое главное, что такое компактность. Это очень простая, чрезвычайно важная в математике тема. Понятие открытого множества, между прочим, вводится не только на прямой, не только на плоскости, а вводится оно в любом топологическом пространстве. И, наверное, даже это не имеет смысл сказать, что это такое, а заодно сказать, что такое металлическое пространство. Топологическое пространство имеет, чрезвычайно, небольшой набор о всём. Во всём и такие. Если есть произвольное множество, есть множество М, и в нём пустое множество отмечено как открытое, само М отмечено как открытое, пересечение двух открытых отмечено как открытое, отмечено как открытое, и, 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 Но это и называется топологическое пространство. При первом взгляде кажется, что не может такое небольшое количество аксиомов приводить к каким-то содержаниям результатов. Ну, в общем, если честно, конечно, не приводит. Но почему-то математики эти аксиомы очень любят их. Потому что, как ни странно, топологические пространства встречаются часто. И добавление к этим о всём чего-то ещё уже часто приводит к содержанию конструкции. А главное, многие суждения на самом деле ничего кроме этого не требуют. И поэтому, в некотором смысле, это такой минимум, с которым обязательно надо быть знакомым. Понятие технологического пространства возникло в 20 веке. В тот момент, когда люди задумались, что такое размерность. Вот скажем, смотрите, вот у вас есть прямая, у вас есть плоскость. Вы согласны, что, очевидно, на плоскости больше точек, чем на прямой? Правда? Ну, на прямой одна координата, на плоскости две координаты. Но с другой стороны можно, я сейчас не буду это доказывать, но можно придумать взаимнооднозначное соответствие между прямой и плоскостью. Примерно это рассказывается так. Вот если у вас есть, давайте я объясню, взаимнооднозначное соответствие между квадратиком и отрезком. Вот представьте, в себе у вас есть так вот, как 0 от 1. Как записывается любое его число? 0 целых, а потом пошли цифры, так? Ну, замечательно. Пошли цифры. Первая цифра, вторая цифра, третья, четвертая и так далее. А давайте мы этому числу поставим в соответствие пару чисел. А именно 0 целых А1, А3, А5 и так далее, и 0 целых А2, А4, А6 и так далее. Ну, на самом деле, тут будет чуть-чуть невзаимнооднозначное соответствие, потому что, вот вот так видно, не помните, как всегда бывает с числами 0 целых 9 и 9, да, вот эти ряды из 9, да. Но это все можно вылечить, не так трудно. И вдруг окажется, действительно, что квадрат и отрезок равномочны. Точно так же можно сказать, что прямая и вся плоскость равномочна, или прямая и отрезок равномочна, прямая и квадрат равномочна, да. Вот. Это абсолютно противоречит нашей гематической интуиции. И не зря противоречит. Потому что вот такое отображение, оно, конечно, разрывное. Оно, понимаете, разрывает, то есть близкие точки переводит в далекие. И поэтому, естественно, возник вопрос. А непрерывное, взаимнооднозначное соответствие между прямой и космосом есть? И вот эти вот вопросы о том, что такое размерность, что такое непрерывное отображение и так далее, привели к тому, что без этого понятия топологического пространства вообще жить невозможно. Я сейчас, собственно говоря, уже дал определение топологического пространства. Вот оно. Дам второе определение. Дам второе определение. Определение метрического пространства. Как это не удивительно, оно, пожалуй, даже легче, чем определение пространства топологического. Что такое метрического пространства? Все понимают. Что такое метрик? Изберяйте. Особенно верение. Метрическое пространство – это пространство, в котором для любых двух точек вы можете ввести расстояние между ними. То есть известна некоторая величина. Какие должны быть свойства этой величины? Ну, во-первых, расстояние от точки до себя чему равно? Равном нулю. Во-вторых, расстояние от точки до любой другой точки, что? Больше ноль. А, это килограмм. Значит, если а не равно б. Так. Какое еще естественное требование обязательно есть? Что хочется от расстояния? Я написал, что больше ноль. От точки до себя – ноль. От точки до другой точки – больше ноль. Что еще? Ну, а расстояние от а до б равно что нет б до а? Абсолютно верно. Для любых точек расстояние между а и б такое же, как и б и а. Очень хорошо. А еще? Ну, расстояние от а до б будет равняться их разности в зависимости от другого. Смотрите, я ввожу абстрактные понятия. Например, расстояние между двумя людьми можно назвать, смотрите, что количество денег, которое есть у первого, минус количество денег, которое есть у второго, взятое по модулу. На самом деле нельзя. Потому что если люди разные, то оно должно быть больше ноль, а случайно может точно совпасть. Ну, замечательно. Давайте еще одну копейку добавим. Если человек измеряется для себя, то копейку добавлять не будем. Это будет нулевое расстояние. А если до любого другого, то это копейка плюс модуль разности между количеством денег в одной и в другую. Так? А вы понимаете, что вообще-то это вполне себе расстояние. Кому оно может быть интересно? Тем, кто изучает экономику, изучает ее коллективы людей. Правильно, да? Так? Вот сейчас вот берем. У нас есть какой-то там богатый декуратино. Не знаю кто-то, да? Ну вот, например, вот. Там богатый декуратино, да? У нее там сейчас в кармане, не знаю, два с половиной миллиарда долларов. Вот. Ну, замечательно. Вот и есть мы все с вами бедненькие, да, у которых там поменьше. Вот одна от нас далеко 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 далеко, а мы так более менее. Ну, понятно, да? Ребята, это вполне имеет смысл рассматривать в определенных экономических задачах. Какое расстояние намного интереснее и все время его рассматривать лингвисты? Это расстояние между текстами. Вот никогда не замечали, что когда вы вводите поисковый запрос в гугле или в чем-нибудь, то довольно часто бывает так. Вот вы там вводите, и где-то там в одну букву или там ошиблись, и он вам выдает. Т9. Я выдаю вам, как если бы вы запрашивали вот это, а если вы все-таки настаиваете, что запрашивали то, то вот там нажмите туда. Бывает такое? Это Т9? Нет. Нет, это гугл делает без всяких Т9. Вот. Да, кстати, это ваша любимая Т9, которую я терпеть не могу. Я не могу, я не могу, я умею отключаю. Вот. Она же занимается тем, она пытается предугадать то, что вы хотели написать. Согласны? Да. Замечательно. А что нужно для этого? Для этого нужно знать расстояние между текстами. То есть, смотрите, как новая идея. Если у вас есть какой-нибудь текст, например, математика. Хорошо. Математика трудная. Так? И вы вдруг пишете не математика, а математика. что делает? Она не смотрит в своих словарях. Обнаруживает, что такого слова там нет. Но! На расстоянии в одну букву исправлена. Понятно, да? Ну, есть. И тогда исправляет и вам пишет. А если несколько слов из них? Смотрите. Между прочим, там же все окей. Там ведь еще при этом стоянии на самом деле учитывается, например, то, что вы могли забыть переключить. У нас на латинском, на русском. Учитывается, что вы, когда входите на клавиатуре, могли ткнуть в соседнюю клавишу. Учитывается, что вы могли забыть переключатель. А почему? Ну, как вы можете сказать? Большие маленькие буквы, да? То есть, функция стояния, которой пользуется Google, совсем не такая простая, как кажется. Более того, она меняется все время. По мере того, как все новые и новые тексты загружаются в этот самый Google, статистика использования все время уточняется. И, в общем, он старается совершенствоваться. То есть, он старается понять, какие ошибки вы могли сделать, понять, что вы на самом деле имели в виду. И в этом, надо сказать, что поисковые системы достигли очень высокого уровня. Так они, че, очень быстро могут, так они, что они... Да, очень быстро это делают. Хотя поиск, что называется, по огромному объему информации, по всему-всему-всему. Так что, вот в лингвистике понятие расстояние очень замечательное. Ребята, я на это замолкаю и советую прослушать лекцию Пиперского, которая на Малом Мехмате приходила и просто два часа об этом рассказывала. Просто, вот, понятно, да? Есть сайт Малого Мехмата, mmmf.msu.ru. Там есть раздел канитории, ну, я не помню, два года назад там примерно. Пиперский. Там была просто лекция, засвященная наряда. Пиперский. Александр Чедович. Замечательный лингвист. Пиперский. Да, Пиперский. Вот, он просто целую лекцию рассказывал о том, как понятие расстояния применяется в... Например, одна из мыслей, которая там была, такая. Вот представьте себе, у вас есть книжка, вот такая вот. У вас есть книжка, какая-нибудь, например, из-за Гарьботов, которую разрезали по одной страничке. И у вас есть книжка, ну, например, курс математического анализа, который разрезали по одной страничке и мешали. После этого перемешали. После этого ввели в компьютер. Одна страница, вторая, третья, да, в произвольном порядке. Как вы считаете, сможет он сделать? Да. Отлично. А как? Нет. Нет. Да считается, что на международной странице... Как текст можно понимать? Вот, вот. Как понимать на текст? Одно странно, самый лучший на сейчас способ состоит в том, чтобы просто отслеживать частотность, скажем, пар букв в тексте. На первый взгляд это кажется очень странным. Казалось бы, есть какие-то более умные способы. Вот. Но оказывается, что подход с частотностью чуть ли не самый лучший. В общем, ребята, лучше вы послушайте коллекцию, иначе я здесь вообще не буду рассказывать. Очень хорошо. Да? Вот. А я все-таки скажу определение вещества в расстан. Я забыл еще одну, все. Одну из самых главных. Многотивные. Нет. Вот это называется эффективность. Да. От точки для себя расстояние положительное. Понятно. Между разными точками расстояние положительное. Сметричность. Все понятно. Чего еще, да? От точки для себя расстояния? Понятно. Нет. Понимаешь, что одно? И простая вещь, которая у нас учили геометрию, которую мы уже успели забыть. Не разница. Да нет там никакой разности. Не разница треугольника? Молодец. Не разница треугольника, конечно. Смотрите. Расстояние от точки А до точки В плюс расстояние от точки В до точки С больше или равно, чем расстояние от точки А до точки В. И, ребята, вот это уже полный список аксилов метрического образца. Опять, заметьте, их очень мало. Очень мало. Конечно, когда занимаются содержательными вещами, то чаще всего имеют конкретные метрические пространства. Но для обсуждения, как у нас будет сегодня, вот этих аксиомов достаточно. Итак, на левой доске аксиомов метрического пространства. На правой доске аксиомов метрического пространства. Все понятно? Все понятно. Вот сейчас я объясню несколько примеров метрических пространств. Строго говоря, это совершенно не нужно. Потому что, в конце концов, можно было бы считать, что вы сами что-нибудь придумаете. Но, все-таки, для того, чтобы вы понимали, что это не просто абстракт, а что это умное, хорошее, давайте я несколько примеров сейчас расскажу. Смотрите. Один пример такой. Метрическое пространство – это прямая. А расстояние между точками – это много красности. Согласны? Отлично. Другой пример. Метрическое пространство – это плоскость. А расстояние это длина в цист환. У человека. Корень квадрат года есть сумма квадрат в разности абстракт. Квадрат в разности абстракт, плюс квадрат в разности абстракт. Гнат из едыotyтор. Понятно? Да. Это обычный видалпоск. Замечательно. Еще. Расстояние между последовательностями одной длины. Вот представьте себе, что у вас есть текст, и другой текст такой же длины. Давайте расстоянием называть количество несовпадающих позиций. То есть, смотрим, вот это одно и то же, если одно и то же, идем дальше. Это одно и то же. Если не одно и то же, вспоминаем одно несовпадение. То есть, в каждом столбике, если написаны разные символы, то пишем имечку и складываем все эти тексты. Понятно? Количество несовпадений. Вот такое есть метрическое пространство, безусловно. Заметьте, там все точки находятся на расстоянии 0, если это одна и та же точка, или 1, 2, или 1. Понятно, да? Там не бывает расстояние 1, 2, например, да? Или расстояние 1, 2. Там тоже. Ну, такое вот. Хорошо. Я хочу вам, что еще рассказать. А еще тогда я расскажу вам, что такое метрика Минковского. Надеюсь, что это вам будет интересно. Метрика Минковского. Для простоты буду все рисовать на плоскости. Представьте себе, что у вас есть обычная плоскость из школьной геометрии. Но с центром в начале координаты нарисована центрально симметричная выпуклая фигура. Так, что такое выпуклая фигура? Для любой двух точек весь отрезок соединяющий тоже должен лежать фигурой, да? Я сейчас нарисую несколько примеров таких выпуклых фигур. Например, это будет просто-напросто круг радиуса r. Это первый пример. Второй пример. Это будет квадрат. Потому что там квадрат будет такой, со стороной 2. Хорошо? Вот это будет точка 1 на 1, здесь будет точка мин 1, минус 1, ну и так далее, да? Это точка минус 1, минус 1 и это точка минус 1, 1. Вот это будет второй пример. Так, давайте еще какой-нибудь пример. Скажем, возьмем тоже квадрат, но по другому расположим. Понятно, да? Вот это точка 1, 0, 0, 1, минус 1, 0 и 0, минус 1. В принципе, можно еще взять какие-нибудь другие, но давайте пока это... Хорошо? Три примера. А теперь каким образом мы будем измерять длину любого отрезка? А вот так вот. Берем любой отрезок. Измеряем его обычную евбудовскую длину. Можно? Можно. После этого параллельно ему проводим радуус. И делим вот этот отрезок на эту же длину. Скажите, пожалуйста, какой формулой будет... Вот это была точка с параллельными специалистами 2 и 3 и 2. Какой формулой будет задать на этого отрезка? Ну, очень просто. Это надо взять обычную евбудовскую длину. Что такое? Корень квадратный. Вот так? И в 2 минус 1 в квадрате плюс... И в 2 минус 1 в квадрате. Так. А это будет сколько? Ну, куда вы из начала проведете радущее? Да? Это будет r. То есть, нам бы этот поле разделить на r. Вот так расстояние Льковского для отрога радиуса r записывается. Такой формулой. Отлично. А какую формулу надо будет здесь записывать? Это уже интереснее. Мы берем любой отрезок и делить его надо будет на вот такую штучку. И с начала координата надо будет провести прорезок. Сложно ли я все равно? Я прошу, прошу, прошу. И здесь тоже самое. Понятно? Кто такой Герман Львовский, знаете? Это замечательный, по-моему, австрийский. Ну, в общем, немецкий, как угодно математик. Который замечательный тем, что небольшое время даже служил в армии. Время Первой мировой войны. Но знаем мы его не за это, а за то, что это был один из ближайших друзей, великого математика немецкого, Владимира Гильберта и Минковский. Это один из создателей теории относительности. Как известно, теория относительности Эйнштейна и любое другое великое открытие была придумана вовсе не одним человеком, является итогом серьезных работ большого количества людей. Там был такой замечательный французский называтель Пуанкаре. Совсем до этого, в девятнадцатом веке, помните, кто написал уравнение электромагнитного поля? Максвелл. Важно понимать, что физика, она не то, что при знаменышке и начитании села, написала, а развивалась. Так вот, Минковский, это был великий математик, он создал так называемую геометрию чисел. Придумал, как многие задачи из теории чисел можно, что называется, нарисовать. И, соответственно, довольно-довольно многое удалось в этом направлении сделать. Вот, повторяю, специальная теория относительности, очень много другого. Это был совершенно замечательный человек. Вообще надо сказать, что начало двадцатого века в Германии, это было что-то абсолютно потрясающее. То есть вообще вся Германия до Гитлера была абсолютно великая страна, в смысле науки. И вот этот вот разгром, который был, начиная с конца тридцатых годов, когда огромное количество ученых было вынуждено из Германии убежать, это была, конечно, абсолютная катастрофа. Но до этого, собственно, это был, в общем, центр цивилизации. Как сейчас вы понимаете, что там почти все хорошее пишется на английском языке, так тогда почти все хорошее писалось на английском языке. Что нет? Ну, вот, в общем, то, что была гиперинфляция, и платили за два раза в день. Гиперинфляция была когда? В двадцатые. До Гитлера. Нет, постойте, постойте, постойте. Я говорю сейчас не о политических проблемах. Я говорю о научном уровне, о том, что тогда было. Понимаете, вот там сейчас в России происходят вот эти же страшные вещи, но при этом наш кружок в главной силе вот тут, понятно, решает эти задачи. Точно так же тогда в Германии происходило много всего нехорошего, но в то же время была вот эта наука. Важно понимать, что космические ракеты, они были сделаны Германией. Атомные, там, всякие, вот есть вот теория устройства атомного ядра, она была сделана Германией. То есть гладкая механика, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А можно, тут поедине два случая есть, когда x больше r, когда y больше чем r? И это можно написать одной формулой. Что вы где делаете? Задача интересная. Подумайте. Я знаю, какая формула у меня есть. А вы, ну, представьте себе, что y больше чем x. И положите значение в формуле. И x тоже положите. И напишите формулу. Если больше, то мы берем формулу числитель, а в основном пишем корень из единицы в квадрате плюс... Вот это плюс что? x в квадрате плюс y в квадрате. Вот. А давайте-ка вы выйдете, напишите и получите неожиданный ответ. Итак, если я правильно понимаю, вы захотели следующее. x1 равно y1 равно 0. x2 равно x, y2 равно y. Вы хотите таких обозначения работать, да? Нет. Вот. И на картинке представьте себе, что у нас y больше 0. Это будет для объединенности так. В таком случае давайте напишем, чему же равняется расстояние в квадрате. Хорошо? Да-да-да. Все правильно. x в квадрате плюс y в квадрате. Корень из этого. Это обычная единицкая длина. Дальше. Угу. Из этого корень. А теперь подумайте. 1 делить на корень из x. А вот я не уверен, что вы правильно написали. Ой, на корень из этого нет. Я не уверен, что вы написали правильно. Потому что отойдите исправку, спешите. Да-да-да, вы поменяли, вы исправили. Ошиблись, перепутали y и x. Потому что вот этот вот маленький отрезочек, это будет x делить на y, а не наоборот. Так, хорошо. И значит, чему же будет крайне ответить на y? А на самом деле? Корень y. Кто понимает, кого будет ответить? Просто y. А? Просто y. y, конечно. Просто y. Да. Если y больше, чем x, то ответ будет y. Ну, и y предположим. Хорошо. Длина, если наоборот, x больше, чем x, то будет x. А если отрицательное? Минус. То с минусом. Да. То есть на самом деле наоборот. Пока вас не было, мы ввели понятие топологическое пространство. Единственное, я уже стекнул, что это такое. И мы ввели понятие метрическое пространство. Метрическое пространство осталось. Метрическим пространством называется множество для любого двух элементов, у которого введено расстояние. А именно расстояние от точки для себя это ноль. Расстояние между разными точками больше ноля. И оно симметричное. То есть от а до b то же самое, что от b до а. И выполнено не разница 3 угли. Там все написано, да? Вот. Сейчас мы осмотрим пример. Так называемое пространство ментусства. То есть на плоскости. Берем центрально симметричную, вывыклующую угол. В общем, с центром и начальника разница. И расстояние определяем в следующую забавную область. Берем любой отрезок. Вычитаем его и в клинтовскую длину. И параллельно этому отрезку проводим луч. Сколько он высек. Вот на столько идей. Например. Если это обычный круг. Радиус и р. То делим на р. Если это квадрат со стороной 2. То вдруг. Вот сейчас. Посчитали, посчитали, посчитали. Получилась какая формула? Да. А модуль x плюс модуль y плюс модуль y. Не то. Не то. А два. Нет. Все проще. Что получилось? Мы же не можем сказать максимум из модуля x. Конечно. Получился просто максимум из модуля x. Пожалуйста. Подумайте. Поймите. Если y будет большое. Посчитали. Получился ответ y. Если x будет большое. Посчитаем. Ответ получится x. Значит, надо взять максимум. Понятно? Теперь будете добрее для вот такого. Представьте себе, что у нас есть какой-то отрезок, соединяющий точку с координатами 0,0 с точкой с координатами x. Скажите, как записать формулы отношения вот этого отрезка к этому? Сколько раз это? Больше нет. Сколько будет здесь? Никого. Никого. Нет. Через точку с координатами x, y параллельно вот этой прямой. Сколько будет у них? вот здесь икс, здесь икс, так? и по прямому икс и мы проводим так вот прямую сообразите какой длинный отрезок здесь и какой длинный отрезок здесь а там маленький это икс? да, а здесь икс отлично, а вместе? икс плюс икс отлично, то есть вот этот отрезок будет икс плюс икс но при этом треугольнике подобное, так? значит, отношение этого к этому будет равно икс плюс икс избелить на единицу, то есть икс плюс икс и значит длина инфоксского вот этого отрезка будет просто икс плюс икс отлично а если взять здесь точку? а если взять здесь точку? а если взять здесь точку? что ж будет икс плюс икс а? вот тут вот вот мону икс не смотри конечно просто а? мону икс плюс мону икс все понятно? хорошо ну, слушайте, а давайте мы все-таки докажем анти-треугольник я мог бы еще какую-нибудь картину нарисовать еще по информации в качестве упражнения можете подумать а если взять мону икс плюс икс икс вот если взять мону икс плюс икс 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 и прибавить к этому мону икс плюс икс 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 как связано вот эти два выражения? знаете? вроде второе оно больше не равно первому ну, а на самом деле наоборот 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 трое маленькое они равны? нет совсем а еще есть такая вещь максимум могут икс плюс икс икс минус икс а как это связано? знаете или нет? ну, по идее то, что модуль икс плюс икс плюс икс икс по идее это больше верно, чем модуль икс нет максимум равен тому, что слегка модуль икс плюс икс что-что? максимум равен модуль икс плюс икс максимум вот этого равен вот этому? о, да а почему? ну, просто подставлять там разные знаки ну, просто потому что имеет смысл, когда интересуешься взять как бы одного знака, да? ну, да то есть, если они остых знаков смотреть здесь если они одного знака смотреть сюда отлично так значит вот такое да хорошо ну, значит оно а как вот это связано с максимумом модуля икс и икс т.к. ну, вот это четко вот это сsto нет ну пусть Икс и Икс В. оба положительные И пусть, например, x больше. Тогда здесь что получится? 2. 2. Правильно? А если наоборот y больше? То есть это в 2 раза больше? Понятно? Да. Это есть 2 максимума. Есть и есть и есть и есть. Ну, если не самое интересное, мне сейчас интереснее доказать неравенство треугольника. Такое преимущество действия? Неравенство треугольника. Для расстояния пуска. Так это что? Нет. Аксиома это было до тех пор, когда это было как будто абстрактная пространство. А мы сейчас утверждаем, что то, что у нас есть, действительно является метрическим пространством. А чтобы оно было метрическим пространством, надо что-то выполнить. Неравенство треугольника. Ну, потому что расстояние от точки до себя ноль, это автоматически, да? От а до b, то же самое, что от b до а. Единственное, нетривиальное, это в данном случае неравенство треугольника. Так? Давайте рисовать. Есть у нас обычная плоскость. На этой плоскости есть какая-то центрально-симметричная фюзебра. Так, мне, кто бы не сделал, чтобы она была здесь центрально-симметричной. Ну, вот что-то такое, ладно? Не очень красиво получилось, но ничего. Что же у нас фактически есть? Предположим, что у нас есть какой-то один отрезок. Тогда внимание. Его длину мы делим вот на это, правильно? Дальше. У нас есть какой-то другой, какой-то такой отрезок. Дальше. Его длину мы делим на что? Вот на это. А еще у нас есть что? Ну, расцветление. Ну, вот есть одна точка. Вот А, В, да? И какая-то там точка С. Так? Мы хотим написать неравенство треугольника. Тогда сторона ВС – это длина ВС, деленная на вот эту. Сторона АС – это длина АС, настоящая плоская, делить на вот эту. Замечательно. А что такое длина ВС? Это нужно провести, смотрите, нужно провести параллельно вот здесь. И поделить вот этот отрезок на вот это. Ну, во-первых, уже, что называется, тяжело это рисовать. Не очень понятно, как это рисовать. Но, с другой стороны, если вы немножко подумаете, то вы поймете, что вообще-то все это рисовать не нужно. Смотрите, фактически, что такое вот это самое АВ? Это надо проехать не сюда, не сюда, правильно? Так, значит, имеет смысл взять и отложить точку симметрично в точке А. И тогда станет лучше. Почему? Потому что вместо, вот смотрите, у вас есть вот этот вектор плюс вот этот. Тогда нужно будет говорить, что у вас на самом деле есть вот этот вектор плюс этот. Правильно? Ну, что это такое, по сути? Это получается полилограмм, так? Да. Это получается полилограмм. Замечательно. И поэтому я могу нарисовать картинку в более понятном области. Вот у меня есть, так, у меня есть какая-то там точка В, у меня есть, не знаю, какая она будет. Вот пусть та самая фигура Менковского будет, например, такая наша. Вот здесь наша фигура Менковского. В таком случае смотрите, что у нас-то, что у нас есть. Значит, вот, давайте точки обозначим. Вот это будет точка Т. Вот это будет точка Е. Вот это будет Ф. А вот это будет Ж. Давайте писать длину Менковского. Длина Менковского вот этого отрезка это СД деленное на СФ. Согласны? Угу. Угу. Длина Менковского вот этого отрезка это СБ деленное на СЕ. Длина Менковского вот этого отрезка, СА штрих, это будет СА штрих деленное на СЖ. Согласны? Угу. 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 Здесь написано, что отрезка cf достаточно длинный. Согласны? Что он довольно большой. То есть на него поделили и получили маленькое число. Вопрос. Где на этой картинке мы точно понимаем какую-то оценку? Смотрите, вот эта фигура выпуклая. Это значит, что если соединишь точки E и G, то весь этот треугольник будет ей принадлежать. Значит, очевидно, что мы должны рассмотреть вот эту точку. Давайте ее обозначим H. И написать, что CH меньше или равно cf. Понятно? И значит, cd деленное на cf меньше или равно, чем cd деленное на CH. Так? Да. И вот, ребята, если вы мне сейчас сумеете объяснить, по какой такой интересной причине выполнено. Если есть любой параллелограмм. А? Потому что G это там предыдущего что-то. Если есть любой параллелограмм. Заметьте, про эту курку тоже забыть. Взятые точки. Вот можно считать не самостоятельно на сторонах, потому что точечо мы все это в сколько-то раз увеличим, так или уменьшим. Вот этот случай не зависит от этого. То в таком случае верно такое нежависть. Интересно? Да? По идее, можем найти cd. Я думаю, что вы увеличиваете. Вы еще увидите. Вы мне сказали, что это правда? Должно быть, правда. Значит, когда вы cd делите на CH, то это будет меньше или равно, чем cb делить на cd плюс ch деленное на cg. Вот это точка c, вот это вот точка h', там где-то точка v, здесь непонятно где точка v, здесь вот непонятно где точка v, вот такой вот отрезок, такой вот отрезок, точка v и точка d, здесь точка d и точка h. Подумайте, вы поймете, до чего же это самое. Вы можете при желании провести прямую параллельно через точку d, если хотите, пожалуйста. От этого просто все вот эти три отрезка изменятся в одно и то же количество раз, поэтому в общем ничего не делится. Ну, так да. Тогда мы будем знать то, что cd делите на CH, объемоеukan. Да, да. И нам тогда нужно будет доказать то, что cb, его, ccf, в своем случае, ch трл에서는 cg, д άλλой единяя ц. Да, А что? Так это не так? Слушайте, а давайте я по вашей просьбе сделаю, ладно? Я это сделаю так. Я не буду проводить здесь параллельно, а я наоборот все эти три отместка сожму в одно и то же количество раз. Фактически это означает вот что. Провести прямую параллельно CH' через точку H и провести здесь прямую параллельно. А как-то ничего не будет. Получится точка A' и здесь получится точка B. Давайте 2' поставим, чтобы не было C. Хотя у меня B' не было, ничего. Так. И что теперь нужно? Значит, есть треугольник. Посмотрите, есть треугольник. Отношение вот здесь вот этого отрезка к этому равно 1, потому что точка D оказалась здесь. И нас интересует отношение вот этого отрезка к этой стороне плюс отношение вот этого отрезка к C. И чему же оно работает? Но каждый из них где больше шеи или равно половине. Все просто подобные треугольники. Посмотрите. Посмотрите внимательно. Как это объяснить? Значит, отношение вот этого отрезка к этому, да? Cb2' разделить на CE. Это то же самое, что Hg разделить на Eg. Правильно? Отлично. А отношение СА2' к СЖ это на самом деле ЕН деленное на ЕЖ, правильно? Потому что заштрихованные треугольники подобны вот этому. Поэтому здесь стоит не меньше или равно, а что? Равно. Что здесь стоит? Равно. Равно, конечно. Таким образом получается, что состояние плоскости для любой центрально-симметричной выгодной фигуры действительно существует. Хорошо? Ну это не будет всего лишь пример. Давайте я расскажу еще один пример. И после этого мы уже идем к абстрактным построениям. Ребята, очень интересный для арифметики пример это так называемая П-отическая метрика. Рассказываю. Представьте себе множество всех рациональных чисел. Берете какое-нибудь рациональное число. В другое рациональное число. В целых рациональных. Чтобы найти расстояние между ними. Один способ. Это взять разность по модуру. Так? Это обычная метрика, привычная из школы. Но. Да. А почему она большая? Не за это. Спокойно. Одна трога, другая. Хорошо. Вот. Но. Представьте себе, что вас на самом деле интересуют вопросы делительские на число 7. Тогда не интересно смотреть просто моды разности, а интересно сделать следующее. Какое-нибудь конкретное количество. Посмотреть в какой степени оно встречается в числителе и знаменателе. То есть число X представить в виде P в какой-то там степени умножить на число не делящееся на P. Понятно? Альт. Альт может написано. А большое. А большое не делится на P. Так. И число Y. Это P в какой-то там другой степени умножить на другое число. Значит главное. А и P что делают? Не делятся на P. Не делятся на P. То есть взаимно как сказать что P. И дальше замечательная вещь. Вот эту самую разность X минус Y. Мы, смотрите, как разница с дробей. X разделить на Y. Мы записываем в таком виде. P в степени альта А 2X на P в степени β. Это есть P в степени альта минус β умножить на дробь, где нет числа P. Так? Да. Замечательно. И вот теперь вопрос. А что же назвать поэдическим расстоянием? Замечательная вещь. Если числа дают здесь большую ничему, то это означает, что их разность делится на высокую степень числа P. Значит, в ней в том смысле они одинаковые. При рассмотрении делимости, да? А вот если это набор маленькое, то они сильно разные. Поэтому поэдическое расстояние равно следующее величие P в степени β минус β. Внимание, не α минус β, а β минус β. То есть, если разность делится на P в тысячной степени, то поэдическое расстояние будет 1 делить на P в тысячной. Понятно? Почему-то потому что разность будет не очень большая. Да, да, да. Так вот, очень легко проверить, что расстояние... Ну да, естественно, между двумя одинаковыми числами... Конечно, стояние равного нулю. Понятно, как всегда в медичном пространстве. Легко проверить неранде треугольника. Смотрите, если у вас какая-то разность дала той же степени какой-то, и другая разность дала той же степени какой-то, то сумма этих разностей будет делиться на B в степени минимума из них. Понятно? Вот, и поэтому поэдическое расстояние обладает даже более мощным нерандественным двумя угольника, чем обычное расстояние. Вы в обычном расстоянии пишете, что расстояние между числами A и C не больше A-B плюс B-C, так? Вот, это обычное. А на самом деле для поэдических, если вы берете поэдическое расстояние, то оно будет не больше, максимума, из поэдического расстояния A-B и поэдического расстояния между B и C. Я не буду сейчас это доказывать, но легко там пописать, посмотреть, так оно и будет. Вот еще один пример. И это очень важно для арифметики примеров. Там есть много конструкций, которые с этим связаны. Хорошо? Хорошо. Я считаю, что это все. Это были примеры. Это правда. Когда поэкстей как интернете в captures Спасибо.